Подготовка к зиме Если не было сверх сухого лета, осени, без дождливости, тогда особый случай. Но в 95% случаев, в 99% осенняя подготовка к зиме заключается в следующем. Только один пункт. Не удивляйтесь, держитесь крепче, не делать ничего. Не ловите меня на этих кадрах, у вас целая гора сухих веток. Объясняю, 4 года эти ветки вон там в дальнем углу были, копились, потому что сосед мне оставил на память следующее. А я уже, когда он изувечил деревья, они начали сохнуть, причем причины не было в этом. Вот смотрите, причины не было. Отрезается одна ветка, начинается постепенное угасание дерева. Вот, видите, самая безобидная ветка была отрезана. Вот, только покажу два дерева из всех. Вот это вот, здесь все осталось как было после соседа, видите, разводка. Здесь набирается питьевая просто вода для помывки. И так как при этом часто лилась, 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 погибла вот эта вот прекрасная вишня. Вот ее соседи, вот они, эти вишни. Там он отсюда видно, сейчас покажу. Вон они. Вот. Он их изувечить не успел. Там нет колонки. И вот эта колонка привела к гибели ягд. Поэтому у нас тем уже несколько. Первое это, вы поняли, перевлажнение и погибает даже вишня, которая, в общем-то, довольно терпит влагу. Но всему есть свой предел. Вот. Я оставил это, когда она погибла, я отпилил. Вот. И оставил уже как приспособа, раз, и как памятник невежеству. Обильные поливы, раз, и полив подзимний, это величайшее заблуждение, величайшая глупость. И так как это размножается не просто кто-то это делает, уничтожает свой сад. Это еще и преступление. Невежество, поселившееся в десятках миллионов голов. И продолжается, продолжается, продолжается. А это просто пример. Вот. Вот этот я оставил. Натюрморск. Памятник невежеству. Так. Это про подзимний полив. Далее. Обрезка. Обрезку делать, я рекомендую, только по необходимости, в крайнем случае, только весной. И тогда этого не будет никогда, и у вас не будет вот такого костра. Еще раз говорю, 4 года копились вот эти ветки. Уже при мне заканчивали погибать деревья. Ну, а молодой сад, он выглядит, сейчас увидите как. Итак, подзимний полив исключили, обрезку исключили. Все, кто напишет вам резать в сентябре, даже в вию, не вию, или в августе, в октябре, в ноябре, вот, это предатели. Запомните это. Вот. Не замер, это не могут зарасти дыры. Это вставлено, что дом с выбитыми полностью стеклами, вынесенными, это, со снятой дверью. Вот. Это ужас, это глупость, это предательство, никаких обрезок. Только ранней весной, во время сокодвижения, когда дерево максимально способно, даже не максимально, частично зарастить, или начать заращивание ран. Теперь мы приближаемся к сюда, это мы, я уже показывал его, но покажу еще раз, почему тема другая. Что еще уходит в осеннюю подготовку к зиме. Ну, полюбовались еще раз на эти яблоки, чтобы вы не думали, что эти яблоки видят. Кстати, видите, какие разнокалиберные. Вот. Что я ничего не выдумываю. Вот, смотрите сюда. Вот она, последняя. Вот она, вот она. Вот. И я его назвал, видно, не видно, вам не знаю. Так, ну-ка, запись идет, идет. Я его назвал, я его назвал, голден железово. Имели право, ну, вот это яблоко тянет где-то грамм на 400. А вот самое крупное я взвешивал 540. Значит, когда я доставал черенки, вот, доставал с дерева, на котором яблоки были очень приличные. Они сейчас приличные. Кто бы обиделся на дерево, на котором растут. Вот сейчас, я вас не обманываю. Видели мы сейчас на дереве снимали. Вот они такие были. Стали вот такие. Вот сейчас, 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 сейчас. Вот, сравнивайте. 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 Скажите, что это не они. Вот они не успели окраситься. Вот они. Вот. И вот это вот увеличение размеров. Еще один пример, что я когда-то вам, например, в персиках доказывал, еще буду доказывать. Более экзотической культуре. Что, когда мы провели определенную работу, когда я несколько поколений вырастил, перенося не с первого на второй, первого на третий, первого на четвертого, а с первого на второе, второе на третье, третьего на четвертого, вот с таких молодых деревьев. Вот. Тогда они снова стали ухрупняться. Слово снова не случайное. Значит, они райские. Значит, еще раз говорю, у меня все больше к описам данных, данных и фактов о том, что на землю они попали культурными. Как хотите относиться к этому? Вот. Крутите у виска. Вот. Или это самое, на всякий случай, ходите в церковь. Это дело ваше. Но эти чудеса в возвращении к качеству, это таких примеров у меня десятки. Жаль, что они не представляют никакого интереса. Хотя, это и есть будущее садоводства. Но мы еще не все сказали. Смотрите. Ну, вот это абрикос. Так, видите. А вот это трава, смотрите. Это не просто трава, это полевица побегоносная. Она густым ковром покрыла. Ее тоже скосили на зиму. Смотрите. Видели? Она остается на месте. Вот это есть плодородие земли. Не то привозное удобрение. Вот этого хватает для того, чтобы дерево... Я имею в виду, что чего хватает? Три-четыре покоса в год. В этом году четыре. Остается все на месте. Это есть плодородие. Несмотря на то, что оно будет плодоносить. И от него, отсюда будут уходить питательные вещества. Органика в виде мякоти плодов. Вот это я подчеркиваю. Второй момент. Это второй элемент. Почему я говорю, подготовку к земле. Помните, как мы договорились? Ничего не делать. Это есть подготовка. Да, это подготовка когты. Это непорядок. Непорядок, непорядок. Сейчас уберем. Так. Подготовка заключается в том, чтобы не трогать эти листья. Где-то когда-то, на юге это может быть, было объяснено. Огромное количество насекомых. Вредных. Заметьте. А полезных ни слова. Зимует вот в этой вот листве. Естественно, под раздачу попадает скошенная трава. Она же тоже. Видели, какой густой ковер из нее, да? Если все делать нормально. Вот она. Видите? И тут, вот, вот, тут, вот, все это вот нечистое зимует. И надо убрать листву. Надо убрать скошенную траву. Вычистить до нуля. Получаем красивый газон. И это не вам, это тем, кто нас учит. Продолжать эту тему, нет? Немножко. Значит, когда придет весна, вы этих листьев не увидите. Они все окажутся под землей, вот, потому что под землю их утащивают черви и накормят их грибами. Не так, наоборот, накормят грибы. Вот, после переработки все это поступит корнем. Вот. Самое страшное, то, что я сейчас еще наблюдаю картину, это уже я, может, отвлекся, с этим я закончил. Вот. Сейчас в городе идет последний покос и уборка и листвы, и вот этой же самой травы. Вот это вот все, что вы сейчас видите. Вот, причем оголяется почва, деревья, и начинают страдать от голода. Они не доживутся в век уже из-за этого, когда они начнут падать, специально падать, потому что они голодные и, как бы их назвать-то еще, изможденные, вот. И вот они на городских улицах представляют большую опасность. А тот, кто делает дурную работу, кто считает, что вот для меня вот это красота. Вот она, красота. Ну, еще кусочек красоты. Вот покажу. Видите, багряная груша. Вот. Вот она там, через другое дерево светится. Это все красота. Почему вот это в скверах на газонах не может лежать? Огромная работа. Миллионы гектаров вычищаются с помощью граблей. Специальная техника. Сколько людей задействовано? Сотни тысяч, если не миллионов. Все это вывозится. Ужас. Вот. Глупость несусветная. И маленькая была одна, маленькая-маленькая искорка. Это, видимо, мое посещение и выступление восьмичасовое на слете садоводов Челябинска, в Садоводской области. Один из мэров города, среднего города, сказал, «Давайте воздержимся от побелки деревьев, дикоросов, дикоросов, до выяснения, надо ли это делать. И это на всю гигантскую страну, может быть, несколько тысяч деревьев не будет побелено, а миллионы будут побелены. Вот это все звенья одной цепи. Глупость, невежество, возведенное в истину. Это подзимний полив, это осенняя обрезка. И когда вы увидите в календарь, который вас должен научить получать большие урожаи, он называется лунный. Под любой фамилией, неважно. И когда вы там увидите про осеннюю обрезку, у него два пути в календаря. Гвоздик в туалете на даче или костер. Все в род календари. Это я скалозуб говорил, по-моему. В классическом романе или там поэме. И я вам говорю, все врут календари лунные. Потому что они должны были заполнить страницы любым бредом. И там же будет. И берете грабли, и чистите. И телеканал в 19 веке. Называется боберть. Это часть первого канала государственного, самого главного. Вдруг. Берут эти феи. А фактически шоу. Мэны, не садоводы. Даже если у них есть дипломы. И делают величайшую глупость. То, о чем мы говорили. Выгребают всю листву. Оставляют червей голодными. А потом начинают тыкать вилами. Подавая кислород в почву. Ну, а мы это уже проходили. Спасибо, друзья, что дотерпели. Я с вами придумал подготовку к зиме. Из нескольких главных приемов. Не резать. Не убирать траву. Не убирать скошную траву. Не убирать листья. Не поливать. Кроме редчайших случаев. И, да, я все-таки должен сказать. Почему не поливать? Сейчас идет уже октябрь. Уже первый день. После деревьев, особенно Урал, Сибирь, Дальний Восток. Вся северная половина России до Камчатки. То есть не так. Вся Сибирь, весь Дальний Восток, весь Урал. И вся северная часть Европейской России. И имеет в садах вот этих вот, назовем, в общем, эмигрантов. То есть с юга, с юга, с юга. И когда лето холодное, она не успевает. Вот сейчас может завтра ударить мороз. И все это так с зеленого переходит, минуя стадию. Вот видите? Вот этот быстрее готовится к зиме. Минуя стадию постепенного угасания, сразу в зиму. И вот самое страшное, что те, кто придумал подземные поли, он говорит, лейте, лейте, лейте. И когда попадает лишняя вода к корням, друзья мои, я вас умоляю не делать этого, вот тесняется не просто кислород, там начинаются все гнилостные процессы. Там подземные этажи просто затапливаются. Вспомните червей на асфальте. Ну чем вы смотрите, а, специалисты, в кавычках. И листья перестают сбрасываться, перестает дерево готовиться к зиме. Лихорадочное испарение влаги происходит, если вы нальете сюда 10 литров воды или 20, ну кинуть шланг ума не надо, с включенным шланг, с включенным насосом. Они, эти листья, перестают готовиться к зиме, перестают жухнуть. Они остаются на дереве для того, чтобы испарить эту влагу, лихорадочное, чтобы вашу глупость исправить. И как пока они пытаются исправить вашу глупость, наступает зима. А так как они прекратили нормальный процесс, то не вызревают не только они, не вызревают не только они, но и вот эти вот почки, вот эти вот, не вызревают, а потом смерть, а потом, ой, у нас нет абрикосов. Ой, у нас на весь район, ой, у нас на всю область нет одного абрикоса. И у нас абрикосы расти не могут, заявляют люди, с погонами, которые, в переводе, Ученые с погонами, которые в переводе на воинский язык, генеральские и маршинские. Вот к чему приводит глупость вот этот подземний полив. Сейчас у нас прекратились дожди, уже два или три дня нет дождя. Сейчас начался новый процесс. Вот он, первые листья упали. Начался процесс подготовки к зиме. Один из них это медленный опад листьев, связанный с тем, что веточка и почки должны подготовиться к зиме. Прекратите заниматься дурью. Вот на этой высокой ноте я заканчиваю.